Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Житие святителя Варсонофия, епископа Тверского Блаженный Варсонофий родился в 1495 году в городе Серпухове от Иерея Василия, и в святом крещении наречен был Василием. Отцу его не было довольно времени обучать сына грамоте, и он отдан был для обучения благоговейному учителю. Юный Василий одарен был отличными способностями ума. В 1512 году сыновья хана Менгли-Гирея опустошили берега Ки и захватили многих в плен. В том числе взят был в плен и Василий. Горько было положение пленника, но слезы, какие проливал он в тяжком плену, были тоже для сердца его, что поливка для дерева. Зная на память псалмы Давидова, он взывал к Богу отцов своих. Отец мой, еси ты, Бог мой и заступник спасения моего, избави мя от руки чуждых. Молитва и богомыслие не только облегчили скорбь его, но доставляли сердцу его такое утешение, какого не чувствовал он в доме родительском. В нем росла любовь к Богу, а с нею и преданность воле его. В таком расположении души молодой Василий работал неверным со всем усердием и обучался послушанию безответному, терпению и незлобию. Пост, сперва невольный, обратился в дело воли его. Утомительные работы невольника занимали у него все время дня, и он посвящал ночь молитве, ставшей потребностью души его. Всегдашняя готовность к услугам, верность и жизнь чистая смягчили сердце варваров. На другом году плена облегчили ему тяжесть трудов и дали некоторую свободу. Василий изучил разговорный язык татарский. По своей даровитости он узнал его столько, что мог излагать мысли свои на письме татарском. Мало и того, имея теперь боли и свободы, он изучал основания магометанской веры, так что мог отчетливо говорить как о содержании этой веры, так и об ошибках и заблуждениях ее. Основательным познанием языка и веры татар исполнилась премудрая цель, для которой Господь попустил рабу своему быть в плену. И вот, спустя три года плена, отец нашел средство выкупить дорогого сына из неволи татарской. Василий возвратился на родину, но сердце его уже не могло увлечься земными радостями. Раб Божий покорил себя сам Игу Христову в Андроньевой обители и принял монашество с именем Варсонофия. Потом жил он при Тверском и епископе Акакии в сане Ира Диакона. Там и здесь совершаемы им были иноческие подвиги с полным усердием. Слух о его духовной жизни дошел до митрополита Макария, и в 1544 году посвящен он в игумена Пешножской обители. В этом звании был он лично известен царю Иоанну, который в 1547 году пожаловал Игумену Варсонофию грамоту на владение имениями, а в 1553 году сам Иоанн был в Пешноше. Когда в Казани открывали новую епархию, блаженный Варсонофий как опытный наставник в иноческой жизни и знакомый с татарством отправлен был в Казань в сане Архимандрита для основания там новой обители. Варсонофий взял с собой добрых иноков, постриженцев Пешнуши. Храм в честь преображения Господней и братские кельи скоро были построены. Новая обитель, по примеру Пешножской, устроена общежительная. В новом общежитии введен был блаженным в Арсенофием дух искреннего благочестия. Обитель его скоро процвела, так что при митрополите Гермогени в ней было уже до ста братьев. Блаженный в Арсенофий служил образцом строгой жизни для иноков и мирян. Рукоделием его было шить греческие клобуки, которые раздавал он братьям, прося молитв их за него. По воле святителя Гурия, которому сохранял он полное послушание и сыновнюю любовь, ревностно занимался он обращением Магометан к христианской вере. В этом подвиге помогали ему после святой жизни знания языка и веры татар и искусство врачевать болезни. Знание татарского языка доставило ему удобство входить в близкое сношение с татарами, а основательное знание учений Магометова при его глубоком уме представляло обличение его магометанству неотразимыми. Умение лечить болезни привлекало к нему больных всякого рода, так как болезнь сама отворяет душу для всего лучшего и, следовательно, для принятия мыслей христианских. К тому же терпеливое и бескорыстное лечение больного со стороны Варсонофия внушало доверие к Варсонофии не только в больных, но и в здоровых. Когда умер тверской епископ Акакий, по избранию собора блаженный Варсонофий посвящен был святителем Филиппом в тверского епископа. Так как Акакий от дряхлости и болезни более трех лет мало занимался делами, то преемнику его надлежало много трудиться, чтобы дела получили ход безостановочный и исправлены были неустройства. Блаженный Варсонофий и в сане святителя соблюдал строгий пост, а ночи проводил на молитве не за одного себя, но и за паству. Произволы Иоанна, грозного царя, были свирепы и дикие. Святитель Филипп, посвящавший Варсонофий, не только низведен был с кафедры, но и удушен был в том монастыре, который мог видеть Варсонофий из окон своего дома. Легко ли было блаженной душе смотреть на это? В 1570 году свирепствовали в России моровая язва и голод. Ослабленный старостью 80 лет блаженный Варсонофий чувствовал, что не может он управлять паствуя без некоторых опущений, особенно в такое страшное время. В начале 1571 года отказался он от управления епархией и возвратился в Казанский Преображенский монастырь. В обители продолжал он подвижническую жизнь. Когда от дряхлости не мог он ходить в церковь, по его просьбе ученики возили его на тележке к богослужению, так любил он молитву и словословие храма. Блаженная кончина его последовала на 86-м году жизни его. Молитвами святителя в арсенофии епископа Тверского Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok